Возьмите, возьмите, у кого нету. Я прошу, чтобы он у всех был. Значит, у нас есть пункт такой, 28-й, как раз о чем мы говорили, что любой спор, возникающий, значит, там как-то кратко написано, я просто хотел либо добавить, либо немножко его разжевать, любой спор, возникший в рамках деревенской общины между ее членами, потому что тот же Роман Билл, а вот там написано, чтобы вы не обращались к властям. Так, между ее членами решается здесь, все решается здесь, на законном собрании. А если уже какие-то другие там, то есть вопрос гражданства российского, как он может решаться на нашем собрании? Естественно, мы продаем властям. Речь-то не об этом шла. Мы не могли этот вопрос различить на общем собрании здесь. Он пошел в разрез с общим собранием, мы куда дальше? Все, мы приняли решение обратиться к властям. Ты-то за то, что ты сейчас тоже осуждаешь, зачем вы обратились к властям? Я осуждаю. Ну, а почему так вопрос поднимает? Я наоборот говорю, чтобы это дальше продлить, что можем мы обратиться. У нас еще пункты есть, когда мы не могли разрешить на общем собрании. А мы бы разрешили, когда сказали, я говорю, покажи паспорт. Да я смотрел это, по-моему. Он же сам мне и говорил, вам же нельзя, что же вы делаете? Вам же нельзя, вот я что и говорю, что должно быть основание под обращение. Ну, какое, я знаю, тебе еще говоришь, что на общем собрании не разрешили, не разрешили. Тогда можно обратиться к этому. Обратились и все. Как это надо? Ну, что ты мне говоришь? Это он мне говорил, я его словак авторомен. Ну, а что ты ему говоришь? Я ему говорю, чтобы... Это оно, нет, это оно. Все науши построено. 28-й пункт. Под страхом анафемы отлучения запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Точка. Любой спор все решать здесь, на законном собрании, запятая, после беседы со священником. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. Вот. И здесь я добавляю вот это вот, что возникшее в рамках деревенской общины между ее членами. Все решать здесь, на собрании, на законном. То есть, видишь, как вот этот пункт, он подвел под себя, что нельзя жаловаться. Так нельзя жаловаться, если мы с тобой не можем там литр молока там что-то продать или там козу там поделить. Выдали тогда на этом, о том, что такое будет, как... А когда в Сараману с другой стороны мысли не было об этом. Тогда и тут можно обратиться к властям, что если не можем, это же суд. То есть вам обратиться в суд друг на друга, мы не могли вас рассудить. Тогда подавайте в суд, судитесь уже в суду. Это общее собрание принимаем. А здесь совсем другая ситуация. Вообще, Игорь, посмотри, зачем он сюда вообще приезжал? Он единомыслия здесь не имел. Он ничего здесь, в общем, ничего не имеет. Значит, не против, да, что будет такое дополнение к этому пункту. Потом, у нас есть в уставе, значит, в конце я сделал вот такое, значит, неотъемлемое дополнение к уставу. То есть это уже не устав, но как бы дополнение, чтобы они были. Они будут добавляться. И вот, допустим, такое дополнение. Опять же, вызванная вот ситуация, которая была. Прием в деревенскую общину желающих людей жить на территории нашего поселка производится двухступенчатым образом. Первое. Беседа кандидатов с деревенским советом с обязательным присутствием старосты и батюшки. Уже после вот этой беседы, после одобрения совета второй этап. Значит, беседа с общим деревенским собранием и публичное голосование членов деревенской общины о принятии или не принятии человека в деревенскую общину. То есть для чего это? Для того, чтобы, когда приехала семья, да, то есть, ну, речь идет как бы о семье, не об одном человеке. Лично у меня, вот лично уже к новым кандидатам там куча вопросов. Вот. И это будет решаться сначала в узком кругу, в деревенском совете. Вот. Чтобы уже сразу на подходе отсечь не нужно, чтобы там на собрании не устраивать базар. Вот. И если уже человек прошел вот эту первую ступень, здесь батюшка, тут все, староста уже, как говорится, поговорили, обсудили, все объяснили, как все у нас здесь. То есть, не только тогда уже человек, значит, выходит на деревенское собрание с заявлением. Ну, просто, понимаешь, нет смысла собирать собрание большое, когда, допустим, мы на вот этом этапе сразу его отсеем. Понимаешь, вы обратите в том, что хорошо, сегодня ты говоришь, что есть основатели там это, пока живые, то это, не будет, нас, допустим, не будет. Но если будет у вас община, на самом деле будет община, то есть семья одна, тогда можете решать эти вопросы, вы будете, как-то можно будет решить с тем, кто приехал, как ты говоришь, А если этого нет, один, говорится, как лебедь, рак и щука, то ничего не получится, потому что у нас-то этот устав, это для членов общины. Только. И кому здесь поселиться, то есть, если он желает быть членом общины. А если, земля-то не наша, она муниципальная, кто-то человек, он поедет в Хорщину, говорит, я членом общины, я не хочу, но я буду там делать. Но если у вас будет отношение к нему, как члены моего общины, одна семья, решили, что вот это, все, а то у нас так, говорит, приняли решение, там какое-то, я не подчиняюсь этому решению, я по-своему буду поступать так. Так не делается, нигде. Вот посмотрите, даже сегодня, там, европейское, там, это, сообщество, приняли решение против России санкции наложить. Некоторые страны против, не согласны в себе, они от этого убытки миллиарды несут, но они тоже потихоньку поднимают руку за это. Понимаете? Если так будет, то ничего не будет. Если приняли, то все должны быть это. Приехал человек такой, который, даже нет, если он один, один он здесь не уживется. Никакого, ты чужой человек совсем, мы к тебе, ничего, пришел там с чем-то, мы тебя не знаем, кто ты такой. Или ты должен так подчиняться этому нашему уставу, или мы тебя игнорируем, просто все, каждый пришел. Так вот это ничего. Это единственное. Это единственное, что может быть у нас, да. А если каждый ведет себя, вот именно, сказали не общаться там, а все равно там буду ему что-то продавать, там общаться, то есть вот это, конечно, вот это уже не общение, и у нас тогда точно ничего не будет. А устав, собственно, для того, чтобы иметь на том общение. Именно в этом общение даже не общение. У Расула Камзатора стих есть, я не помню, ну так вот примерно, что где-то в полдень возвращается с гор отец, уже пожилой, и идет только и плачет, о, сын мой, сын мой, о, сын мой, сын мой, и плачет. Все сразу собрались, что такое там, ну там они общинная жизнь, аул, там одна семья, все собрались, а что такое, сын погиб, о, если бы он только погиб, что случилось-то, говори. А он только одно рыдает, о, сын мой, сын мой, ну, наконец добились, что он меня, говорит, ударил. Все сразу, смерть ему, сейчас, все сразу приняли, посмотрели, смерть, как он посмертал, отца ударить. Он говорит, остановитесь. Это случилось, что, говорит, то, что должно быть. Когда-то на этом самом, говорит, поле я оскорбил своего отца, только оскорбил, сказал там слово обидное, и отец только сказал, пусть, говорит, на этом самом месте когда-то с тобой поступит так же твой сын. Но уже грех-то, он прогрессирует, уже сын его не сказал, а ударил отца. И там сейчас сразу, здесь аул поднялся, смерть ему. Но он говорит, нет, не надо точно. Ну, потому что они едины всегда, поддерживали что-то за единым. Если вот будет так у вас, то тогда будет община и будет существовать поселение. А если так, каждый в разнообраз, искать свои выгоды только в этом, то ничего не будет. Тогда и устав не поможет. Не больше ничего не поможет. Скажут, пусть будет и убытки, как сегодня там некоторые страны европейские, несут убытки миллиардные, но подчиняются, раз они вступили в эту общину, они подчиняются. Там где-то Америка указала им, что санкции ввести, все. И против, ну где-то маленько там обходит что-то, а все равно подчиняются. Потому что это общество. Выйдя из этого общества, тогда можно не подчиняться. Вот Англия выходит из этого общего общества, она не будет тогда уже подчиняться. Ну это правильное замечание, я поддерживаю вот так. Должи не искать свои выгоды, а выгоды общие. Ага, я это про, а что это будет? Как будет для других это? Человек может быть разный. Допустим, один что-то сделал, там исключили, а другой что-то не сделал. Ну который не сделал, ладно, я там буду еще как-то. А который тут что-то сделал, уже явно. Так в любом случае, там он не сделал явно что-то, там не ударил кого-то. Он там в духовном плане еще хуже может вред причинить. Вот, теперь Елена Анатольевна, от Виктора Николаевича было заявление? Нет, я просил его написать о том, чтобы исключить его из следов деревенского совета. Ну подожди, не было этого, не было. Ну почему? Потому что он уехал на год, как в отпуск уехал. Он исключит из этого, из совета. Из совета, из совета, из совета. Не из следов, а из совета. Из совета, да. Я ему сказал, говорю, в это, по-хорошему, ты уезжаешь, там неизвестно, приедешь, нет, то есть без тебя жизнь-то идет. Напиши, говорю, нормально, что все, я уезжаю в связи, там, семейного совета. Потому что вон еще раз. Я сказал из совета. Надеюсь, может он вернется. Вернется, вернется, я прошу из совета. Потому что у нас остается, вот он написан, Андрей и я пока, все, батюшка и Игорь. Потом возьмем там еще кого-нибудь. У кого у нас? У нас у никого и... Подожди, это деревенский совет? Это деревенский совет. Мы в деревенский совет, если мы можем еще Владимира Александровича выбрать. Да. Деревенский совет. То есть, значит, в это, сейчас вопрос, согласны, да, все, что, значит, об исключении Савченко Виктора Николаевича из членов деревенского совета. И сразу на его место. Ну да. Давайте сразу на его место, вот, что, кандидатуру Владимира Александровича. Человек семейный, человек, который жил здесь уже время какое-то, потому что он покажет. Ну, все, да, согласны? Ну, согласен, 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 все. Мы потом, Елена Анатольевна, там с вами все это сделаем. Последнее, значит, я предлагаю, уже долго это время запускать будем, нет? А это потом, следующий вопрос. Запрещается, вот, это мое предложение, почему? Потому что... Я просто смотрю, как государство. Вот у нас ведется видеосъемка общего, то есть запрещается вести видеосъемку общего деревенского собрания или деревенского совета в момент обсуждения деревенской безопасности и личных или коммерческих тайн деревни. Вот. Нигде по телевизору Путин собирается, собрал совет безопасности, показывает, там, Путин, там, здравствуйте, дорогие, в это, там, вот у нас там такая ситуация. И все, и раз, тут диктор говорит, и вот они собрались, там, поговорили два часа, и все. То есть нигде такого нету. Как так? Совет безопасности у нас на всю страну. То есть мы тут что-то говорим, там, за какую-то безопасность, там, какие-то наши коммерческие тайны на всю страну. Я против этого. Я поднимаю этот вопрос ребром, чтобы сегодня проголосовали. Вот. Нет, подожди, у нас это обязательного нет. Мы это даже сейчас, если когда нет, вы скажете, ну, я сегодня бы сказал, я, Володя, не снимаю. Я стал бы снимать. Секундочку. Вот здесь я, нет, также на богослужении у нас, я предупрежаю, у нас, потому что есть люди, которые, как не члены даже церковной общины, я всегда предупреждаю, когда будет, вот, будет у нас, допустим, день деревни, съемка будет, я предупреждаю, у нас сегодня будет съемка. Поэтому, как они, наверное, воспримут, это личное дело каждого. Это понятно. Но я всегда предупреждаю это. Я здесь четко отметил, вести видеосъемку деревян именно в момент обсуждения, то есть, вот он снимает собрание, допустим, а сейчас там вопрос безопасности, там, или предложение. Все, то есть, он должен знать, значит, там, староста, так, съемку остановить, вот, пауза, проговорили, там, еще что-то, все, опять нажимай, опять дальше пошел. Это не в одном, это не в одном в обществе. Это не уставить себя. Это не уставить себя. Это всегда так можно делать. Я говорю, это у нас делается так. Когда нет, я замечаю. Это устав не добавляется, это устав не добавляется. Это я сейчас выношу на обсуждение, просто как, чтобы, ну, чтобы знали, это будет наше правило. Если все с этим согласны, согласны все с этим, нет? Конечно. Еще раз повторяю. Индивидуально, ну, вот, допустим, ну, просто сказал так. Индивидуально, да, еще раз, момент безопасности деревни, это наше, это важно. И какие-то коммерческие наши тут дела, тайны и так далее. Ну, что, ну, извините, мы общество... Сколько мы запустили как-то? Чтобы было второе? Чтобы просто как раздумать, чтобы они не возражались на том. Не возражали, давай заканчиваться. Ну, все, это, по рыбе, не знаю, я, лично, мое мнение, в этом году взять паузу. Вот и все. Я не буду. Я почему так, потому что, нет, я не знаю, честно, я просто... Скоро надо завести хлевину. Вот именно, и все. Я просто посмотрел, как все сделано, в этом году увидел, там, уровень поднял, там, это все подмыло, то есть, ну, все, у меня просто, это, предложение. Подмыло, что подмыло? Потяну. Вот. Она не устоявшись. Она не устоявшись. Не устоявшись. Надо только так, делать какие-то клетки, в клетки выращивать, и вырастет, и за лето вырастет, там, большую клетку водит. Это потом, когда мы немножко тут, это, встанем на ноги, тогда займемся этим вопросом. Значит, я взял на себя обязательство сделать таблички вот такие, вот, ну, потихонечку дохожу до этого. Значит, вот это распечатки ламинированные, которые смогут жить на улице при дожде и так далее. Теперь я сейчас занимаюсь вопросом пластика, вот, и думаю, что хотя бы к деревенскому этому празднику, хотя бы один столбик, вот здесь мы установим. То есть, вот такой знак, значит, что на территории деревни курить запрещается, вот, на территории, да, деревни вот так вот будет. И скорость 20 километров, мы такую скорость приняли на прошлом собрании. Это по территории 20 километров? Да, да. А раньше 5 было? Да, раньше 5. А вы, знаете, какая? От 5. От 5, ну, от 5. Нет, никто не сможет двигаться. Дырали, Александр. По 5 километров никто не ездил, никогда. Да, да. Да, не ездили, но объявление-то было? Ну, да, объявление. Знаете, почему так сделали? Потому что такого даже в правилах нету. И те люди, которые за рулем, они понимают, что машина 5 километров не идет. И на марку педаль газа отпускаешь, она уже там, уже сама пошла, уже там километров 10. Ну, 5 километров только где-то в складских зонах, когда вот там подъезжают где-то, где-то. А так везде 20, это минималка. Ну, это просто посмешище. Даже над нами будет смеяться, 5 километров кто-то будет ездить. 20, это минималка. У нас просто попотерялись. Так, ладно, раз ты их отнулся, я-то забыл, где-то деревню защитили. По-видимому, в храме мы ничего не успеем, только бы окна, наверное, протереть. Да, пыль хотя бы смахнуть, где-то паутину собрать, наверное. И все. Больше ничего не в крем. Погода, что-то холодное, все это. То, что не просохнет, да, если покрости, или что? Да. Прогнозы до конца. Надо, чтобы прогрелись стены, а они холодные. А они холодные. Подделка тихо. Поэтому только, может быть, там вот так, подвиде, на сухую, чтобы убрать, окна помыть. Стены вообще не трогать. Мог вычистить, что там. Ну, а по территории деревни, вот эта, дрова, лес, ну, та вот, Глушкова. Ну, вот там, где, там надо будет, как-нибудь будет, по суше погода, там соберем просто этот, очистить, где-то немножко, в кучу собрать, там эти ветки, соберемся там. Вывести их сразу, но и главный? Нет, нет, нет. Где у нас этот, березы между, этим, Глушковым или эти здесь? Когда была та деревня, это был там, как парк. Березы были, там собирались, а так вот. Она вещь, канавы вокруг была, окомбана, и туда даже животные не заходили туда. Коровы туда не заходили в это место. Он был так огражденный, канавы. Так, ну все. Пока. Следующее богослужение, на 2-й среду, вечером. Накануне вознесения. Аминь, Боже, Боже, Благодарь, нечистая Дева, радуйся, и по реку радуйся, твой сын воскресе пред небе над гробом. И мертвые воздвиговые люди, веселитесь, святись, а святись, а новые Иерусалимы. Слава Бога, Господь, она тебе, Эвасия. Векой ныне веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Благодарим Тебя, Боже, Боже наш, за Твои милости к нам ищедроты. Слава Тебя, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь, Креста, и Бога Тебя, и Бога Тебя, и Бога Тебя, и Бога Тебя, и Бога Тебя. Может кто-то приедет, или не точно, два следовательных служителей приедет. Поэтому, кто имеет, как-то, ну, принять, если ты не имеешь в виду, место. Может, там по человеку, подвозь. У меня-то там только четыре человека, а кто-то здесь местные приедут, может быть, с ночевкой, чтобы так это... Иосиф, подождите, секунду, давайте, вот шесть человек нас, давайте...